Мы вот этот кэшбокс дали моему коллеге Руслану Смещуку, нашему корреспонденту, который попытался внедриться в ряды тех самых псевдо-волонтеров, которые собирают деньги якобы для фронта. Он узнал все секреты их бизнеса на жалости. Но главное выяснил, сколько денег оседает в карманах мошенников. Каждый день сотни людей собирают деньги, якобы для солдата ТО. И далеко не все доходят до адресатов. Собираете деньги, вы работаете от какого-то фонда, от какой-то организации. А какой благотворительный фонд? А какой благотворительный фонд? У меня есть, я не хотел бы, чтобы меня снимали. А почему? Я вам покажу только без камеры. У большинства из них есть документы, позволяющие заниматься сбором средств. Но действующий механизм контроля за денежными потоками отсутствует. Я лично в милицию приводил двух таких уличных волонтеров. Это Давид Арахамия, председатель Совета волонтеров при Минобороны Украины. Давид рассказывает, большинство людей с коробочками. И их начальники просто кладут в карман. Часть собранных денег, дискредитируя саму идею волонтерства. Они как бы просто тренды ловят. То есть они раньше там на чернобыльских каких-то там авариях паразитировали. Потом на детях больных раком. Сегодня это, к сожалению, война, они паразитируют на войне. Это просто такие трендовые, ну, мошенники, на мой взгляд. На сайтах объявлений масса вакансий, платных волонтеров. Каждый день появляется сообщение о том, что различные благотворительные фонды набирают людей. Оплату обещают ежедневную от 200 до 500 гривен за смену. А также обещают поощрение и премии. Узнаем, как это работает. Сейчас я нахожусь возле одного из таких фондов, которые набирают людей, которые за зарплату собирают пожертвования от граждан. Я попытаюсь трудоустроиться в этот фонд и посмотреть, как эта схема работает изнутри. Фонд занимается сбором денег для онкобольных детей, но работает по такой же схеме, что и все остальные сборщики. Мне называют таксу. Ее якобы возмещают некие партнеры фонда. Затем мне выдают копии документов, коробку для пожертвований, жилетку, а еще жалобный текст. И отправляют на охоту за деньгами. Мне дали задание спуститься в метро и курсировать от станции к станции, собирая пожертвования. Вот я работаю уже чуть больше часа за это время. Я заработал около 100 гривен. Через пару часов отношу коробочку в офис. Вот за два с половиной часа работы мне заплатили 66 гривен. У меня просто забрали корзинку для пожертвований и отчитали деньги. Причем никакой учетности, никаких документов я не заполнял. То есть вот в реальности отследить, сколько денег было собрано, сколько пошло в кассу фонда, а сколько потом было перечислено на нужды больных детей или солдат, не представляется возможным. А теперь мы поработаем на себя, вообще без документов. Сейчас мы проведем эксперимент свой. У меня будет коробочка для пожертвований, похожая на те, которые используются платные волонтеры. Еще для полноты образа я добавлю вот такую светоотражающую шелестку, которой пользуются дворники. Ну и посмотрим, что у нас из этого получится. Спасибо. Помощь бойцам АТО. Перемещаемся на Крещатик. Помогите, пожалуйста, пострадавшим бойцам из зоны АТО на лечение. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Люди беззаботно отдавали мне свои деньги. Все, кроме вот этой компании. На самом деле, вы первый человек за полчаса, я журналист. Видите, камера стоит. Но вот как вы видите, за полчаса работы только одни люди поинтересовались, есть ли у меня необходимые документы. А так подходили, достаточно охотно жертвовали. Ко мне подходили даже иностранцы и тоже давали деньги. И при этом не спрашивали ни документы, не обращали внимания, что корзинка не запечатана. А добросовестные волонтеры советуют, прежде чем дать деньги, задайте всего пару вопросов. Как я узнаю, сколько денег собрано, где вы это отражаете, каким образом. А как я убеждаю, что когда вы отвозите, это не просто фоточки. Как вы это ставите на баланс вооруженных сил или нацгвардии и так далее. Что вы делаете для того, чтобы вещи, которые вы купили за наши деньги, по сути, народные, не украли в армии. Потому что такие случаи тоже бывают. Все заработанные таким образом деньги, то есть из этой корзинки, а также те деньги, которые я заработал, когда работал под прикрытием платным волонтером, мы перечислим проверенным волонтером. Ух! Ну вот, мы перечислили все заработанные деньги. И мы можем быть уверены, что эти деньги дойдут до фронта. Руслан Смещук, Иван Нашкиндер, Алексей Шматов, Василий Миновщиков и Владимир Самченко. Подробности недели телеканал Интер.